Плата за детский сад, право учителя вести тот или иной предмет, обязательное посещение платных кружков и секций. Эти и многие другие вопросы обсуждали лицом к лицу с теми, кто решает подобные проблемы, если их не решила школа и детский сад. Специалисты Кузбасс-Обранадзора дают консультации в открытом диалоге. Кузбасс-Обранадзор – это организация, которая осуществляет надзор за деятельность наших образовательных организаций в плане соблюдения законодательства, в плане оказания услуг лицензирования, аккредитации и так дальше. И наша задача сегодня при организации таких встреч с родительской общественностью, во-первых, изучить ситуацию на местах, какие проблемы волнуют сегодня наших участников образовательного процесса. Важно, чтобы наши родители, если мы говорим о государственно-общественной форме управления, тоже были не просто информированы, но и вооружены определенными знаниями, которые бы им помогали снимать какие-то острые моменты в отношениях, во взаимоотношениях со своими детьми, с педагогами. Жалобы обращения родителей на сайт и телефоны Кузбасс-Обранадзора – привычное дело, особенно когда в процедуру единого госэкзамена почти каждый год вносятся коррективы или сейчас, когда внедряются государственные образовательные стандарты. Причем вопросы возникают не только у родителей-школьников, дошкольников, но и педагогов. Вы как воспитатель часто сталкиваетесь с родителями? Да, я часто сталкиваюсь с такими проблемами, и поэтому было очень интересно поучаствовать в таком семинаре. С какими вопросами родители обращаются? Бывают конфликты, может какие-то вопросы, непонятностей разные? По поводу родительской оплаты, по поводу конфликтных разных ситуаций между детьми. Дети разные, есть дети агрессивные, поэтому ситуации бывают разные. Все эти вопросы нужно как-то урегулировать, решить. Контролировать качество обучения и воспитания к этому призывают родители-специалисты Кузбасс-Обранадзора. Родители должны ощущать себя полноправными участниками образовательного процесса. Для этого на подобных встречах им даются не просто ответы, а подкрепленные буквой закона. Мы когда с проверками ездим, и во многих договорах между родителями и дошкольным образовательным учреждениям, читаем договоры, видим такой ход, там написано, что если ребенок отсутствует в детском саду более 75 дней, вот все кивают, сразу уже можно брать договоры и смотреть, то такого ребенка можно отчислить. Нет. Значит, ни при каких условиях. У нас закон об образовании совершенно четко устанавливает основания для отчисления, для прекращения образовательных отношений. Первое – это по собственному желанию обучающегося, либо родителей, если ребенок несовершеннолетний. И второе – это условия переезда, перевода в другую организацию и завершение образования. Вооружить родителей нужной информацией и открыто ответить на проблемные вопросы. Еще одна задача надзорной службы – чтобы специалисты местного управления образования тоже подхватили такую инициативу и чаще выходили с открытым диалогом к родителям. И тогда удастся избежать многих конфликтных и спорных ситуаций.